Если посмотреть на российскую экономику, на их параметры статистические, то они как раз и вытянули себя из той ямы, в которую попали в начале войны в результате санкций за счет запуска этих программ внутренних. Потому что они прекрасно понимали, что они в данном случае рассчитывают сами на себя. Это заставило их запускать эти программы. И у них основной экономический рост как раз в секторах переработки зафиксирован. Там по 25-30% рост идет и на сектор переработки. То есть это обрабатывающая промышленность. То есть это все, что идет потом в военно-промышленный комплекс. Поэтому в данном случае мы должны понимать, что мы можем думать, запускать, не запускать, но россияне это все уже давно запустили. Мы должны уже просто давать адекватный ответ на это все. Потому что, смотри, я закончу, это еще системное решение. Например, где брать кадры? Это же еще министерство образования должно быть. Водрождать тоже профтехобразование и так далее. У нас смеются, знаете, смеются, когда ржут, я даже назвал, когда они привлекают школьников, например, русские привлекают к управлению дроном. Это не смешно. Они готовят следующее поколение под новых людей. Но Путин сказал, что нужно миллион операторов. Миллион операторов. То есть, смотри, миллион операторов они готовят. Дальше. У нас смеются, что они гонят студентов на производство этих шахедов. Ребята, это фактически возобновление профтехучилищ. Возобновление, это производственная практика для людей, которые уже будут работать на новом поколении производств, которые они запускают. Эти же процессы должны быть комплексными и у нас решаться. То есть, и министерство образования, которое должно заниматься уже под потребности армии, потому что это долгосрочная программа, не сокращать, например, госзаказ на всяких там юристов, непонятных людей, расширять госзаказ на инженеров, которые должны обеспечивать ВПК, потом промышленность. Соответственно, производственная практика тех же студентов должна быть расширена. И многое чего должно решаться. А заказчикам тут есть генеральный штаб и министерство обороны. Это возвращаясь к программе господина Умерова. Тогда я еще тоже одну реплику скажу. Это то, чем я, кстати, писал уже еще год назад, что пока Украина является в фокусе мирового внимания. И, в принципе, Украина, она интересна многим, потому что это как один из инструментов глобального маркетинга. Ну, например, там Rain Metal делает заявление, что будут там собирать танки в Украине. И сразу эта новость разлетается по всему миру, то есть это как огромный глобальный маркетинг. А потом говорят, мы этот завод еще будем защищать своими системами ПВО. То есть лучшие системы продвижения своей продукции трудно придумать. Так вот, пока мы являемся в фокусе внимания, я говорю о том, что нам в Украине нужно было запускать специальные технические учебные центры. Причем запускать с помощью западных крупных корпораций, которые являются лидерами в производстве технических средств, чтобы они... Для них это будет как реклама, для них это будет как продвижение. А они же могут быть тоже виртуальными эти центры. А для нас это технические учебные центры, которые будут подготавливать технических специалистов, инженеров, где западные специалисты смогут передавать компетенции, профессиональные навыки. И это должна была быть уже сеть таких технических образовательных центров по всей стране. То есть мы уже давно должны были перестроить систему образования под тот запрос, который есть. Но у нас в этом плане тоже практически ничего не делается. Ну, только в КПИ я знаю какие-то движения есть. Ну, потому что там есть базы. Да, там есть обороны. А учитывая то количество политехов в нашей стране, которые... Кстати, IT-сектор, у нас часто говорят, откуда у нас IT-сектор в нашей экономике такой сильной. IT-сектор это побочный продукт советской оборонки. Потому что Советский Союз инвестировал огромные деньги в оборонку, особенно в 70-х, 80-х годах. Подготовили системно всю систему образования, в том числе учителей математики, которые всех обучали, всех этих людей. Институты кибернетики. Институты кибернетики и так далее. Откуда у нас появилось... Те же политехи. IT, вот IT, это пример того, что как на военных технологиях они приносят уже валюту. Сколько там, до 5-7 миллиардов в год. Это без финансирования, это на остатках, на остатках советской военной промышленности у нас фактически была создана отдельная... Насколько сильный инерционный импульс, потому что до сих пор не затухает. Да, до сих пор, слава богу, не затухает, а сейчас он должен поддерживаться. То есть в промышленных масштабах теперь должны быть инженеры, которые будут... Смотри, у нас в чем же проблема? Когда мы делали IT-решение без привязки к промышленности, это тоже фактически сырье. А когда он идет в привязке к промышленности, то мы получаем совершенно другой продукт, вот как в Израиле, который продается совершенно за другие деньги. Смотри, у нас же абсолютно известно, что у нас даже IT-сектор, он сырьевой, он по сути это аутсорс. Это цифровой сырьевой. А почему? А нет привязки к промышленности. Потому что те, кто это организовывает, они знают, что это очень простой бизнес. Ты взял, нанял себе там IT-шников, прибавил на них 100% зарплаты, продал это по часовку как бы на запад. Нет, это хорошо. Это же так есть. Слушай, это то же самое, что продавать зерно. То есть ты там вывеснул все просто. Там вместо фермеров, у которых зерно закупается, это IT-шники, которые на фопах там. То есть мы продолжаем философии, подходы государства должны полностью меняться. И есть этот шанс.